Здравствуйте! Зовут меня Тамара Викторовна и сегодня мы будем проходить задачи про оценку и наценку. Первая задача. Ананасы стоят 85 рублей за штуку. Какое максимальное число ананасов можно купить на 500 рублей, если цена их снизится на 20%. Такие задачи можно решать несколькими способами. Наиболее распространенный способ в школе это задачи на решение при помощи пропорций. Мы с вами говорим, что ананас стоил 85 рублей. Цена ананаса снижается на 20%. Итак, если первоначально было 100%, мы снизили на 20% и получили, что у нас 80% это на сегодняшний день цена ананаса. Затем мы составляем пропорцию. 85 рублей это 100%, а х рублей это 80%. Далее мы находим х. Х равен 80 умножить на 85 и поделить на 100. Получаем, что ананас стоит 68 рублей. Далее мы с вами смотрим, сколько ананасов мы можем купить на 500 рублей. то есть 500 мы делим на 68 и получаем 7 целых и так далее. Но нам, конечно, дробное число не нужно. Нам надо купить целое число и это будет 7 ананасов. Задача номер 2. Товар на распродаже уценили на 50% и он стал стоить 940 рублей. Сколько стоил товар до распродажи? Ну, ради разнообразия мы с вами посмотрим решение этой задачи по нашей формуле. Значит, формула говорит о том, что х равен у умноженное на 100 минус n и деленное на 100. Что такое х? Х это окончательная цена. Что такое у? У это та цена, которая была до распродажи или до уценки. Значит, и n это то количество процентов, на которое уценяли наш товар. Ну, для того, чтобы решить по формуле, мы с вами сразу начнем подставлять. значит, вместо х мы подставим 940 рублей, потому что это окончательная цена товара. у нам с вами неизвестен, но мы знаем, что его уценили на 50%. и деленное на 100. Итак, решаем это уравнение. 940 равняется у умножить на 0,5. Отсюда у равняется 1880. Конечно, эту задачу можно решать также и через пропорцию. Задача номер 3. Магазин закупает цветочные горшки по оптовой цене 120 рублей за штуку и продает с наценкой 20%. Какое наибольшее число таких горшков можно купить в этом магазине на 1000 рублей? Итак, я еще раз выделяю формулу, по которой мы с вами будем работать. Это вот эта формула, очень распространенная. Она часто применяется в задачах про уценки и наценки. Итак, горшок стоил 120 рублей. Это первоначальная цена. Теперь на этот горшок сделали наценку 20%. То есть 100 прибавить 20. Обратите внимание в формуле минус, а я поставила плюс. На самом деле в формуле стоит минус плюс, потому что мы можем как отнимать, так и прибавлять наше количество процентов. Стало дешевле. Отняли, увеличилась цена, пошла наценка, мы сразу прибавили. Значит, и поделить на 100. Теперь мы можем спокойно посчитать цену горшка это 144 рубля. У нас денег в кошельке 1000 рублей. Мы делим на 144. Понятно, что до конца она и не разделится, но нам и не надо. То есть мы можем купить 6 горшков. Задача номер 4. Розничная цена учебника 180 рублей. Она на 20% выше оптовой цены. Какое наибольшее количество таких учебников можно купить по оптовой цене на 10 тысяч рублей? Опять же нам понадобится наша формула. Х равняется у умножить на 100 минус рен и деленное на 100. Ну, что мы видим? розничная цена учебника 180 рублей. То есть это та цена, которая в итоге пойдет на прилавок. 180 рублей. А начальную цену мы не знаем. Оптовую цену мы не знаем. И нам известно, что розничная цена 180 и она до 20% выше оптовой. то сделали на ценку. То есть прибавили. Мы с вами уже говорили, что мы можем прибавить. И деленное на 100. Решаем это уравнение. 180 равняется у умножить на 1,2. Отсюда у равняется 150. Итак, оптовая цена 150 рублей. И теперь, поскольку мы будем брать учебники на 10 тысяч по оптовой цене, мы делим на 150 и получаем 66,6. Нам нужна только целая часть. 66 учебников мы можем купить. Задача номер 5. Цена на электрический чайник была повышена на 16% и составила 3480 рублей. Сколько рублей стоил чайник до повышения цены? Но эта задача очень сильно похожа на предыдущую, поэтому мы просто запишем решение. Итак, итоговая 3480 рублей. рублей. А первоначальную цену мы не знаем, но мы знаем, что была поднята цена на 16%, то есть умножаем на 100 плюс 16 и деленное на 100. Получаем 3480 равняется у умножить на 1,16. Отсюда у равняется 3000. Итак, вот это первоначальная цена чайника.